Всем привет! Вы на канале Даша Техник и сегодня я вам расскажу про современные артиллерийские системы, которые были показаны на форуме Армия 2023. А в руках у меня, конечно, старичок Харсизо Ураган и надеюсь, это видео вам покажется интересным. Поехали! Несмотря на широкое применение танков и развитие ракетного вооружения, бог войны и артиллерия, она не сдаёт окончательно свои позиции и до сих пор используется в современной армии. И сегодня на переднем плане высокотехнологичные самоходные артиллерийские орудия, они же САУ, и в отличие от танков и других боевых машин, САУ оснащаются мощным артиллерийским вооружением, снаряды которого менее подвержены помехам и погодным условиям, и более устойчивы к перехвату. И немаловажен тот факт, что стоимость артиллерийского снаряда существенно ниже стоимости ракеты. А при использовании современных средств наведения огня и с помощью спутников и других устройств, точность атак ствольной артиллерии приближается к точности ракетных ударов. Лотос заметно отличается от предыдущего поколения самоходов для ВДВ, например, от Ноны. И современное вооружение, и средства наведения, и защиты, а также более мощный двигатель, и цифровая аппаратура на новой элементной базе, это всё обеспечивает эффективность Лотоса. Одним из основных показателей отличия от Ноны является дальность стрельбы в 13 км против 8. Лотос получил 5-метровую пушку взамен 3-метровой у Ноны. Повышена скорострельность орудия до 8 выстрелов в минуту, и увеличился в полтора раза запас снарядов. В новой пушке применен дульный тормоз, уменьшающий отдачу после выстрела. Основная пушка самоходного артиллерийского орудия управляется дистанционно. Кресло наводчика находится не в башне, а в передней части корпуса. Все расчёты для поражения цели и другие операции совершаются в автоматическом режиме. То есть экипаж может полностью покинуть САУ, а оно продолжит огонь. Лотос может десантироваться с полным экипажем из 4-х человек, в отличие от Ноны, которая позволяла спускаться только командиру и водителю. Новое самоходное артиллерийское орудие может транспортироваться военно-транспортными самолётами типа Ил-76, которые способны нести до двух Лотосов за один раз. Машина десантируется с помощью парашютных систем и практически сразу готова к боевым задачам. А главная новинка форума «Армия-2023» – это самоходка «Мальва». Министерство обороны заменило термин «самоходная артиллерийская установка САУ» на «самоходное артиллерийское орудие» САУ. К концу 2010-х годов в цене «Буревестник» в рамках «Окрнабросок» была создана 152-мм самоходная гаубица 2С43 «Мальва» и в рекламных проспектах её иногда называют «пушкой». «Мальва» представляет собой наложение вращающейся части САУ 2С19М100С на шасси брянского завода «БАЗ-610027» с колёсной формулой 8х8. В августе 2019 года в цене «Буревестник» было доставлено шасси «БАЗ-610027» для установки артиллерийской вращающейся части. А двигатель шасси мощностью в 470 л.с. позволяет развивать скорость по шоссе до 80 км в час. И согласно планам, стрельбы, то есть полигонные испытания, предполагалось завершить до конца 2020 года, а все испытания закончились в 2023 году. При стрельбе «Мальва» опирается на две круглые опорные плиты, размещенные в походном положении в кормовой части из самоходного артиллерийского орудия. А по сравнению с АМСТО-С вес «Мальвы» на 10 тонн меньше, и соответственно у неё больше авиатранспортабельность. Расходы на эксплуатацию «Мальвы» существенно ниже, и в свою очередь расчёт АМСТО-С более защищён, и МСТО-С быстрее разворачивается на позиции. А несколько САУ «Мальва» летом осенью 2023 года проходили войсковые испытания на территории Украины. 2С-41 «Дрок» предусматривает строительство самоходной боевой машины на базе колёсного броневика «Тайфун ВДВ». Двухосный броневик должен перевозить боевой модуль с миномётом и пулемётом и боекомплект с экипажем. «Дрок» имеет боевую массу в 14 тонн и управляется экипажем из 4 человек. Базовый броневик имеет противопульную и противоминную защиту. Также он комплектуется средствами оптико-электронного противодействия вооружением противника. Основным вооружением «Дрока» является 82-мм гладкоствольный миномёт. Концепция самоходного миномёта на серийном шасси не является новой, и в нынешних условиях её значение растёт. Развитие артиллерийских систем и средств разведки повышает риски для миномётчиков. А носимый или же буксируемый миномёт с тягачом и расчётом может стать жертвой ответного удара, и поэтому миномётчики нуждаются в мобильной и защищённой платформе. Бронеавтомобиль «Тайфун ВДВ» показывает высокие характеристики подвижности на шоссе и бездорожье, что упрощает выход на позицию и убытие с неё. И кроме того, он был разработан с учётом требований ВДВ, и его можно десантировать с применением парашютной системы. Кроме того, машина изначально несёт противопульное и противоосколочное бронирование, и уровень безопасности экипажа повышен за счёт отказа от стрельбы через открытый верхний люк, а на Дроке миномёт находится в броневой башне. И появление серийных машин такого типа положительно скажется на миномётных подразделениях ВДВ. «Тернандо Гэ» стал преемником одной из самых массовых в мире РСЗО «Град». Это практически полностью переработанная боевая машина с современной электронной начинкой. Полностью обновилась система управления огнём, которая самостоятельно производит привязку к местности. И с помощью собственных вычислительных мощностей она в автоматическом режиме определяет баллистические данные для стрельбы и производит наводку системы. Это позволяет практически незамедлительно открывать огонь после остановки. Также машина быстро переводится в походное положение и уходит из подответного огня более дальнобойных систем. Этой ракетной системе по силу произвести залп из 40 ракет на расстоянии 40 км с отклонением снарядов от предельной дальности не более 10 метров. Её боевые задачи – это выжигание площадей или стрельба по отдельным целям. И для этого для неё были созданы корректируемые снаряды. Эта РСЗО может стрелять как специально разработанными снарядами калибром 122 мм, так и теми, которые используют «Град». А также на форуме «Армия-2023» был представлен перспективный высокомобильный противотанковый ракетный комплекс ПТРК «Корнет-Д-1» на базе боевой машины десанта «БМД-4М». Противотанковый ракетный комплекс получил два целевых канала, что позволяет ему поражать сразу две мишени. В этом ПТРК есть возможность использования усовершенствованных противотанковых управляемых ракет с тандемными кумулятивными боевыми частями и с фугасными боевыми частями. С радиусом действия в 8 и 10 км соответственно, при благоприятном для полуавтоматического лазерного лучевого канала управление равнино-возвышенном рельефе местности. По словам разработчиков, комплекс был создан практически с нуля, и от уже стоявшего на вооружении «Корнета» в нем осталась только система управления ракетой в полете. Боевая машина располагает двумя автоматизированными пусковыми установками, каждый из которых может ввести свою цель, даже если они разнанесены по дальности, фронту и высоте. Ракета наводится по лазерному лучу. Огонь может вестись в любых погодных условиях и в разное время суток. Автомат сопряжения позволяет наводить ракету на цель без участия оператора. И кроме того, в комплексе предусмотрена выносная пусковая установка «Патлерка», которая может быть использована одновременно с автоматизированными. Отдельно разработана и машина у командира взвода. Помимо пусковых установок, она снабжена средствами разведки и целеуказания. Для эксплуатации нового комплекса потребуется переобучить стрелков-наводчиков, а также командиров боевых машин и подразделений. Сейчас этим активно занимаются в Омском учебном центре ВДВ. И ради карнета Д-1 центр вдвое увеличил набор курсантов и более чем в два раза расширил перечень военно-учетных специальностей. Дальность стрельбы российского ПТРК карнет Д-1 в четыре раза превосходит дальность стрельбы дживелин. У него этот параметр составляет 2,5 километра. Время на пуск – это еще одно преимущество карнета Д-1. Его оператор, как только обнаружил цель, может сразу стрелять. Дживелин уже перед пуском требуется порядка 30 секунд, чтобы головка самого наведения охладилась, и только тогда она готова сопровождать цель и наводить на нее ракету. Главное различие – это система наведения. Полет ракеты карнета Д-1 корректируется с помощью лазерного луча, направляемого в спусковой установке на датчик в хостовой части ракеты, и до тех пор, пока цель не будет поражена. Также полет можно скорректировать в любой момент, и такая система менее чувствительна к помехам. А минус заключается в том, что наводчик до попадания должен оставаться на месте пуска. У Дживелина головка самонаведения расположена в самой ракете, и она определяет цель по инфракрасному и тепловому излучению, что позволяет реализовать принцип «пустил и забыл», и это увеличивает шансы выжить и скрыться от ответного удара для стрелка. Самонаведение Дживелин чувствительно к помехам. Мощная дымовая завеса или специальный металлизированный аэрозоль ослепит умную американскую ракету. Дживелин может выстрелить по одной цели только одной ракетой, что в ряде случаев может снизить эффективность его применения. У БТРК «Карнет Т-1» для борьбы с активными системами защиты, которыми оснащаются танки в самоходных вариантах комплексов, предусмотрен режим «Тандем». Выстреливают сразу две ракеты с разницей меньше секунды. Если первую ракету дезориентирует активная защита, то вторая пробьет броню голого танка. САО «Вена» относится к семейству артиллерийских минометных авиадесантируемых плавучих самоходных 120-мм орудий 2С9 «Нона», которые в 80-е годы прошлого века начали поступать в воздушно-десантные войска и с недавнего времени начали заменяться в ВДВ на модификацию «САО «Лотос». Однако, в отличие от «САО «Лотос», артиллерийское минометное самоходное орудие «Вена» не имеет возможности десантирования с воздуха и предназначено для мотострелковых войск России. Кроме этого отличия, все тактико-технические и огневые характеристики «САО «Лотос»» и «Вена» аналогичны, вплоть до используемого типа боеприпаса. На самоходном артиллерийском орудии «Вена» установлена 120-мм нарезная полуавтоматическая пушка-гаубица-миномет 2А80 с боекомплектом в 70 снарядов, а также танковый пулемет «Калашникова». Самоходное артиллерийское минометное орудие 2С31 «Вена» создано на базе шасси экспериментальной советской гаубицы 2С18 «ПАТ-С», которая в свою очередь создавалась на ходовой части БМП-3. «САО» имеет дизельный двигатель с мощностью в 450 л.с., способна развивать скорость до 70 км в час при весе самой артсистемы в 19 тонн. Башня «САО Вена» является полноповоротной с пушкой-минометом-гаубицей, которая обладает орудийно-вычислительным комплексом. Время готовности экипажа с момента получения данных от цели составляет не более 20 секунд. На артсистеме установлен комплекс электронно-оптической активной защиты «Штора-1» для защиты от противотанковых управляемых реактивных снарядов, которая обеспечивает искажение наведения данных видов высокоточных управляемых боеприпасов противника. Модернизированная самоходная гаубица 2С19М1-155 является вариантом-орудием 100С, который использует снаряды калибра 155 мм стандарта НАТО вместо традиционных для российских вооруженных сил 152-мм снаряды. 2С19М1 предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, а также живой силы и пунктов управления оборонительных сооружений и других целей. Она может вести огонь в закрытых позициях по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям, а также прямой наводкой, в том числе в горных условиях. Кроме снарядов 155 мм стандарта НАТО, гаубица может вести огонь и управляемыми снарядами «Краснополь-М», которые способны поражать малоразмерные цели на расстоянии до 17 км. Система управления наведением и огнем «Асуна» позволяет автоматизировать расчет установок для стрельбы, наводку орудия, установление после выстрела, а также обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автоматизированным определением текущих координат. МСТА-С калибра 155 мм может поражать цели на расстоянии до 41 км. Дальность стрельбы может меняться в зависимости от типа используемых снарядов. Скорострельность гаубицы составляет от 6 до 8 выстрелов в минуту при возимом боекомплекте в 45 выстрелов. При этом она оснащена оригинальным механизмом подачи снарядов с грунта, что позволяет вести стрельбу в высоком темпе без расхода возимого боекомплекта. Модернизация под натовский калибр была проведена по требованиям вооруженных сил Индии, но теперь Россия может поставлять эти гаубицы в другие страны, где используют артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Корпорация Ростех показала противотанковый ракетный комплекс Корнет-ЭМ на базе бронеавтомобиля Тайфун, и данная ПТРК представляет собой модернизированный вариант базовой системы Корнет, в котором применены некоторые новые идеи и решения. За счет ряда нововведений удалось повысить дальность стрельбы и параметры поражения цели, а также ввести некоторые новые режимы работы, и в результате новые ракеты обеспечивают атаку объектов противника с расстояния до 10 км, а новая боевая часть ракет позволяет пробивать до 1300 мм брони за динамической защитой. Одно из принципиальных новшеств Корнета-ЭМ – это автоматический режим стрельбы. Он позволяет минимизировать участие человека в процессе. Оператору нужно лишь выбрать цель, набросить прицельную марку автомата сопряжения цели и провести пуск ракеты. Далее автомат сопряжения цели самостоятельно управляет приводами автоматизированной пусковой установки, наводит ракету и управляет ей вплоть до попадания. А оператор тем временем может уже переключиться на выбор следующей цели. Спрут СДМ-1, так называемый танковый охотник, представлен в значительно доработанной версии. В дополнении к новой системе управления огнем, на бронетехнике установлены дополнительные бронепластины, размещенные на переднем и боковых частях корпуса. На корпусе также появились решетчатые экраны, охватывающие как башню, так и весь корпус машины. И эти изменения направлены на укрепление уровня защиты данной техники по сравнению с базовой моделью. Опыт боевых действий показал, что традиционная броня бронетехники воздушно-десантных войск неэффективна против современных угроз, и в ответ на это было решение внедрить защитное экранирование, позволяющее повысить оборонительные возможности легкого танка. Спрут СДМ-1 стал намного устойчивее к стандартным кумулятивным боеприпасам. Предполагается, что за счет дополнительного бронирования повысится защита не только от прямых ударов и осколков, но и от прилета дронов Камикадзе. В целом же Спрут СДМ-1 представляет собой довольно перспективную машину, которая обладает запасом хода до 500 км и может передвигаться со скоростью до 70 км в час. Бронирование не является сильной стороной установки, но за счет пушки появляется возможность поражать даже самые тяжелые бронированные танки стран НАТО. При этом Спрут СДМ-1 еще и неплохо держится на воде, где может находиться в таком состоянии до 7 часов. Вес с полным боекомплектом доходит до 21 тонны, а значит истребитель танков может похвастаться высокой маневренностью и пройти там, где увязнет большая часть машин. Можно сказать, что это ответ французскому колесному танку АМХ-10РС, но он более эффективный и смертоносный. И вот такой экскурс у меня получился о перспективных самоходных артиллерийских и ракетных комплексах армии России. Ранее на канале выходили и другие видео о форуме Армия-2023, о танках, БМП, роботах и грузовых КАМАЗах. И спасибо, что вы посмотрели это видео. А если вам понравилось, то не забудьте подписаться. А если вы хотите поддержать мою работу рублем, то вы можете сделать это на моей страничке на Бусти. Ссылочка будет в описании. До новых встреч. Пока-пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok